Вполне логично, что Белоруссия укрепляет свою южную границу. И действительно, предупреждение о том, чтобы избежать провокации в будущем, на мой взгляд, поступило своевременно. Это значит, что польские вооруженные силы напрямую вступают в противодействие с российской доблестной армией и, соответственно, создают прецедент для начала гораздо более глобального конфликта. После вывода подразделений французских из Северной Африки, позорного вывода, явно прибавится количество французских авантюристов, желающих повоевать хоть где-нибудь, хоть на Украине, хоть куда пошлют там, где заплатят хорошо. Он в Америке уже встречался с Дональдом Трампом и, скорее всего, я так полагаю, встретится с ним снова. То есть его миротворческая миссия, она простирается не только в день сегодняшний. Владимир Владимирович, рад вас приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Сегодня исполняется 30 лет институту президентства в Белоруссии, и страна за это время прошла достаточно большой путь. Люди постарше меня могут сравнить, что было до 1994 года и что есть сейчас, в 2024 году. Это касается и экономики, и промышленности, и военной сферы, и науки, и многого другого. А вот вы, если взять взгляд со стороны, какой бы главный результат вот этих 30 лет отметили для себя? Задумался, если честно. То есть вам-то, конечно, в Белоруссии виднее, что произошло за 30 лет. Я могу сравнивать действительно только то, что слышал, видел, помню из тех далеких 90-х годов. Вы же сами понимаете, что мы-то в начале, в середине 90-х переживали те же процессы. Это развала, распада, который проходила и Белоруссия. Я имею в виду мы и в России, и на Украине, где я в тот момент обитал. Так что в этой связи, да, действительно, можно вспомнить, как в Белоруссии сложилась крепкая вертикаль власти в тот самый период, когда на той же Украине мы видели продолжение этого распада и полураспада. Ну и можем сравнить, к чему пришла Украина и где сейчас Белоруссия. Так что в этой связи, опять-таки, на сравнении можно сделать выводы, что Украина не вовремя выбрала путь для укрепления своей президентской власти уже в далекие там нулевые, даже десятые годы, 21 века, и не успела. И в итоге мы видим, где она сейчас находится, в каком состоянии, и что представляет сейчас собой там. Анархия, абсолютные беспределы, беззакония. Белоруссия пошла верным путем и сейчас доказывает это всему миру. Ну, здесь еще надо сказать, что практически с первых лет своего президентства Александр Лукашенко взял курс на построение не просто партнерских, а дружественных или союзнических отношений с Россией. Что, кстати, резко контрастирует с нашими соседями, вот бывшими постсоветскими республиками. Как вы сказали, да, с Украиной той же самой, с Литвой, Латвией, Эстонией и прочими. А вот сейчас, по прошествии лет, вы как считаете, насколько верным было решение о будущем создании союзного государства? Вы же понимаете, и тогда Россия представляла собой несколько иное государственное образование. Мы помним, какие тяжелые процессы происходили в России после событий 93-го года, скажем, и победы либералов, которые там обеспечили на несколько лет себе власть. Вот, то есть это действительно был сложный, но верный выбор Александра Лукашенко. Я хочу напомнить, что Украина ведь тоже пыталась там периодически играть в игру. Значит, а вот мы друзья с Россией навек. Ну, когда Киеву это было выгодно? Но при этом превалировала вот эта самая давняя украинская традиция умная, ты ля у двух маток сосет. Они это произносили с гордостью, что вот смотрите, какие мы молодцы. Тут кинем Россию, тут кинем Америку. В итоге будет, там кинем Китай, кстати. Но будем при этом процветать и, значит, брать деньги и от тех, и от других, и от третьих. Но, как мы понимаем, в итоге вся эта дорога, причем Украину предупреждали об этом, в том числе, кстати, Александр Лукашенко не раз предупреждал, вся эта дорога привела в мышеловку, в безвыходную ситуацию, в которую киевские режимы разные загнали в итоге Украину. Так что, да, конечно же, путь на интеграцию, на постсоветском пространстве, которое выбрала тогда Белоруссия, он доказал свою правоту, свою верность. Так что, в этой связи, ну, сомнений быть не может. Действительно, тогда был абсолютно правильный вектор избран. Вот мы так или иначе касаемся Украины в разговорах, поэтому такую тему еще хочу обсудить. Думаю, вы слышали об этом. О том, что Украина скапливает свои войска, технику, в том числе, на границе с Белоруссией. Вот глава государства, он достаточно настоятельно попросил украинцев не баловаться и не шутить с огнем, и сказал, что это может быть очень опасно. А к чему могут быть все эти телодвижения, которые происходят на белорусско-украинской границе? Многие украинские деятели различного пошиба, в общем-то, и не скрывали, что они выступают за то, чтобы устроить провокации на территории Белоруссии, чтобы ударить по определенным объектам Белоруссии, которые якобы используются российскими вооруженными силами. То есть к этому призывали часто с первых дней специальной военной операции. И мы видим, что некоторые провокации, собственно, осуществлялись уже. Так что в этой связи вполне логично, что Белоруссия укрепляет свою южную границу. И действительно, предупреждение о том, чтобы избежать провокации в будущем, на мой взгляд, поступило своевременно. Мы знаем, что на Украине создавались всевозможные потешные батальоны, которые представлялись то русскими иммигрантами, то белорусскими иммигрантами, которые готовы были переступить эту черту в форме то или иной коллаборационистской дивизии, части, подразделения напасть то на российскую, то на белорусскую территорию. Всем известно, что ведает всем этими потешными формированиями Главное управление разведки во главе с террористом Будановым, который в России внесен в реестр террористов и экстремистов. Не знаю, как насчет Белоруссии. И, конечно, к подобным провокациям нужно быть готовым. Да, провокация, кстати, говорите не только вы, но здесь другое интересно. А цель конечная какая у этих провокаций? Ну, то есть они же перед собой какую-то цель ставят? Все, о чем мечтает Украина с первых дней специальной военной операции, причем зачастую этого не скрывал и сам Зеленский, и некоторые его ближайшие деятели, это интернационализация этого конфликта. То есть сделать его более глобальным, более международным, чтобы значительную часть ответственности и вот эту ношу жертв и так далее перенести, в том числе и на другие страны. Вот это была цель, которую Зеленский периодически проповедовал. И вот эти заявления о создании украинского легиона в Польше, которую он на днях сделал, подписывая некую фельдкину грамоту с премьер-министром Польши. Вот это свидетельство того, что он все-таки мечтает, хоть чучелом, хоть тушкой, хоть как-то, значит, втянуть те или иные государства, в том числе граничащие с и Россией, и Белоруссией. Ну, Польша в первую очередь. Все это остается в повестке дня. Вы же в курсе, да, что они там в частности обсуждали вопрос о том, чтобы польские ПВО сбивали российские ракеты над территорией Украины, которые, значит, в непосредственной близости от польского пространства пролетают. А это что означает? Это значит, что могут в конечном итоге задеть и Белоруссию. Это значит, что польские вооруженные силы напрямую вступают в противодействие с российской доблестной армией, и, соответственно, создает прецедент для начала гораздо более глобального конфликта. Об этом Зеленский, конечно же, и мечтает. Именно поэтому все эти провокационные заявления и соглашения, они и делаются. Ну да, там речь, насколько я понимаю, шла больше о возможности польских ПВО сбивать вот эти вот цели на территории Украины. Не факт, что польское руководство, что бы там про него ни говорили, но мне кажется, маловероятно, что на такой шаг они решатся. Когда уже об этом начинают говорить, вот тут уже слово «маловероятно» не совсем верно. Вы же понимаете, да, когда об этом говорят не просто какие-то безумные эксперты, а лидеры государства и правительства, это значит, что мы должны отнестись к этому с предельной долей серьезности и осторожности. То есть, когда, скажем, говорили о возможности ввода на территорию Украины натовских войск, все над этим потешались и говорили маловероятно, пока об этом не заявил президент Франции Макрон. Потом он дезавуировал все свои заявления, и тем не менее, эта тема уже теперь внесена в официальную повестку дня. Вот то, что сделали Зеленский и Дональд Туск, вот это свидетельствует о том, что, да, эта тема уже не должна сбрасываться со счетов. Мы должны с предельной долей осторожности отнестись к ней, и, конечно же, очень жестко и четко, причем это касается и Москвы, и Минска, предупредить Варшаву о тяжелейших последствиях, которые могут последовать за этим. Это ведь не только Польша, кстати, касается. Вы обратите внимание, на днях Россия заявила о том, что будем сбивать, будем нанесить удары по тем аэропортам, откуда, значит, западные F-16 будут взлетать, чтобы атаковать российские вооруженные силы. И я уже слышу заявление МИД Нидерландов, Нидерландов, да, это нас тревожит такое заявление. Как это так? Россия идет на эскалацию. Подождите, вы сейчас серьезно? Россия вам заявляет о том, что будет бить по тем объектам и аэропортам, которые будут использованы для прямой атаки против российской армии, а то и российской территории. А вы говорите, что это мы идем на эскалацию. Ну, то есть, вот тут действительно надо бить по рукам вовремя, чтобы потом некоторые зарвавшиеся политики западные не перешли ненароком ту черту, за которую переходить нельзя. Ну, это демократия во всей красе получается, что можно одним, нельзя другим. Как там было, все животные равны, но некоторые из них ровнее. Вот этот стат вспоминается. Вот такой вопрос еще, я его хотел оставить на потом, но вы упомянули создание вот этого украинского легиона, так называемого, на территории Польши, которое обсуждалось во время визита Зеленского. И предполагается, что он будет создан из так называемых ухилянтов. Что, в принципе, странно, учитывая то, что эти люди-то бежали от войны, а сейчас их пытаются отправить обратно на войну. Тут это больше похоже на легальную возможность выдавать Украине вот этих уклонистов. Помните, это обсуждалось еще там несколько месяцев назад. Ну, вот вам, как кажется, для чего они этот украинский легион собираются создавать на самом деле? Ну, в общем-то, вы верно подметили, именно для того, чтобы создать возможности, создать базу для того, чтобы в итоге вот этих всех украинских мигрантов затащить обратно в зону конфликта, с тем, что бросить их в качестве пушечного мяса. Такие перспективы, кстати, давно обсуждаются, как вы знаете, и в Польше, и в Прибалтике. И, кстати, этим во многом объясняется тот факт, что очень многие украинские мигранты, в первую очередь мужчины, молодые парни, сейчас за последний год перебрались из Польши более на запад туда, в Германию, в первую очередь, и еще дальше. Вот, потому что понимают, что одно дело разговоры, а другое дело уже серьезное обсуждение подобных прожектов. И да, действительно, это должно встревожить всех тех украинцев, украинскую диаспору, которая проживает там, в Европе, которая бежала от этой войны и думает, что она сможет пересидеть. Вот на днях сбежал один из соратников квартала 95, автор предвыборных роликов Зеленского во время президентской кампании, который в Америку сбежал, который в итоге написал, ну, зато можете считать меня трусом, но зато мой сын будет видеть папочку живым. Вот, собственно говоря, подход этих самых деятелей, связанных так или иначе с Зеленским, там кого не возьми, кто смог убежал, кто взял белый билет себе, а уж точно свои семьи вывез подальше от этой войны. Но как можно больше людей набрать, бросить туда в качестве пушечного мяса, эту цель Зеленский и его команда, конечно, не снимают с повестки дня. Так что будут делать все возможное для того, чтобы легионы создавать, подразделения, батальоны. Все понимают, что никто из в здравом уме в Польше не пойдет в украинский легион, тем самым попав в базу данных, теоретическую, да, этих самых укелянтов. Но в случае чего могут и загонять, в конечном итоге и к этому может прийти. А вам не кажется, что это еще открывает окошечко для добровольцев, которые находятся чуть западнее, французских, например? Ну, вы понимаете, для этого им не нужно вступать в украинские легионы. Тут есть масса вербовочных центров, и там во Франции непосредственно, и уж тем более на Украине. То есть для этого не нужно ничего нового создавать. Все эти частные военные компании, они действуют очень активно, они набирают боевиков в разных горячих точках мира, в Европе, в Африке, где угодно. Тем более сейчас, после вывода подразделений французских из Северной Африки, позорного вывода, да, явно прибавится количество французских авантюристов, желающих повоевать, ну, хоть где-нибудь, хоть на Украине, хоть куда пошлют там, где заплатят хорошо, туда и поедут. Так что в этой связи, вот, я не думаю, что украинский легион могут создавать для этого. Вот еще одна такая достаточно горячая тема, которая сейчас у многих на слуху, это предвыборная гонка, которая развернулась в США, и, ну, в первую очередь, шансы Байдена на то, чтобы в ней участвовать. Тут журнал «Тайм», я видел, и в своем телеграме, кстати, это публиковали, выпустил интересную обложку с Байденом, который как будто бы с этой обложки спешит уйти. Кстати, мы с вами как-то обсуждали обложку того же «Тайма» с Зеленским, вот, мне она почему-то напомнила ее примерно вот то же самое. Вот, какова вероятность, как вы считаете, что Байден в итоге снимется с выборов? Ну, судя по его последнему свежему заявлению, он категорически отказывается это делать. Якобы он демократам расслал гневное послание о том, что либо будьте со мной, либо вообще спрыгните подальше, но я никуда сниматься не собираюсь. Но мы видели, и дело тут не только в обложке «Тайм», тут масса заявлений, статей, редакционных статей, извините, когда редакционная колонка «Нью-Йорк Таймс», извините, но это такой вот рупор демократической партии, по сути дела. Основной, можно сказать. Когда журнал «The Economist» публикуют обложки, опять-таки, оскорбительное для старика Байдена с призывом «Уйти», а «Экономист» – это рупор вообще либеральный такой, идеологический во всем мире, то это свидетельствует о том, что у Байдена есть серьезные проблемы в коммуникации, как минимум, с демократическими медиа, на которых, собственно говоря, и может базироваться его компания. И сейчас будут предприняты очень солидные усилия для того, чтобы усмирить этот бунт в средствах массовой информации. Именно для этого Байден, его семья действует столь жестко, однозначно говоря о том, что он не собирается сниматься, с тем, чтобы затем вот эти самые СМИ, редакции, взбунтовавшиеся против демократов, поставить стойло и сказать, смотрите, у вас выбора нет. Либо Байден, либо Трамп. И любой другой выбор, в общем-то, исключается. Так что бунт попытаются подавить. Но последние дебаты, собственно, первые дебаты между Трампом и Байденом действительно открыли глаза для многих избирателей демократической партии. И в этой связи забавнее всего как раз реакция вот этих самых подпевал Байдена. Вы же помните, сколько раз они кричали, нет-нет, у Байдена прекрасное здоровье, это все кремлевская пропаганда, это все русские тролли, пытаются через там соцсети забросить информацию о том, до чего же Байден плох и так далее. Не верьте ни в коем случае, это все, значит, русские придумали. И тут вдруг он выступает. Я смотрю вот эти лица говорящих голов демократической партии, основных говорящих голов демпартии по итогам дебата на CNN, опять-таки, про-байденовском абсолютно телеканале. Я помню их лица сразу после того, как дебаты закончились. И они сидели ошеломленные и говорили, а как же, а кто же управляет страной? И теперь они наезжают на кого-то там в демпартии, что как же вы скрывали, подождите, ну это же вы скрывали, это же вы кричали, что мы, русские, врем, лжем вам, распространяем дезинформацию и так далее, что Байден в прекрасном здоровье. Ну это же вы должны признать, что вы лгуны, лжецы и так далее. Ну нет, вы же понимаете, неполживые либеральные СМИ, они вне критики. Они могут критиковать кого угодно, их ни в коем случае нельзя трогать. То есть, на самом деле, борьба вокруг кандидатуры Байдена разворачивается. И до конвенции демократической партии, а, собственно, осталось не так уж много времени, она будет только нарастать. И, кстати, не факт, что она закончится после того, как вот этот самый съезд демпартии утвердит, скорее всего, утвердит Байдена на пост кандидата в президенты. Я думаю, что и после того мы увидим попытки бунтов. Вы сказали, скорее всего, утвердит. Но вот если предположить, что не утвердит, потому что шанс-то есть всегда. Кто может занять место Байдена от демпартии? Вот у кого есть шанс? Вы, наверное, наверняка видели все эти гадания на кофейной гуще. Вы же понимаете, одновременно с кампанией против Байдена были запущены мини-компании по поддержке того или иного потенциального кандидата и по раскрутке. То есть, сами кандидаты потенциальные, конечно, открещиваются, но мы понимаем прекрасно, как это устроено. То есть, там, скажем, губернатор Калифорния Ньюсом говорит, нет, нет, что вы, ни в коем случае я даже и не рассматриваю этот вопрос. И в то же время, наверняка, его команда приплачивает некому там изданию небольшому, которое бы вбросило, значит, в оборот идею о выдвижении его в качестве альтернативы Байдену. И, в общем-то, фамилии этих потенциальных кандидатов у всех на слуху, это Камала Харрис, это вот этот самый Ньюсом, это губернатор Мичигана, женщина темнокожая, это, кто там еще, господи, можно вспомнить несколько еще фамилий, которые называются. Так что, в общем-то, эти фамилии обсуждаются, но шатцев пока у них... А, ну, конечно же, Мишель Обама, которая категорически тоже открещивается от этой идеи. Ну, вот, собственно говоря, основные кандидаты, они здесь присутствуют. Вот вы вспомнили Камалу Харрис, кстати, видел видео с Трампом на поле для гольфа, где он говорил, что Камала Харрис еще хуже Байдена, поэтому и на дебатах с ней он ее уделает. Пока что до дебатов с ней, конечно, не доходит. В этом плане демократы почему и волнуются, что если вдруг Байден будет выдвинут, а затем по какой-то причине не сможет продолжать свою гонку, то автоматически Камала Харрис станет кандидатом президента США и однозначно проиграет эту кампанию. То есть то, что она слаба, непопулярна, и непопулярна в том числе среди самих демократов, это знают все, это признают все. Единственная категория населения, которая, в принципе, более или менее ее поддерживает, это женщины внутри демократической партии. Но опять-таки мужчины в этом плане все равно делают ее рейтинги проседающими. А уж если говорить о центристах, и уж тем более о республиканцах, там шансов нет никаких. А с потенциальным возвращением Трампа в Белый дом политика Вашингтона в отношении Украины как-то изменится? Или это не более чем предвыборные лозунги? Я сейчас много вижу по этому поводу всевозможных спекуляций. Как обычно, Трамп наш и так далее. Все это мы видим. Можно было бы гадать, если бы Трамп не был уже президентом Соединенных Штатов Америки. Мы же видели, как он ведет свою политику. Мы понимаем прекрасно, что иллюзий особых питать не надо. То есть, в любом случае, да, он действительно предложит этот свой план Трампа. Он, конечно же, не сработает, поскольку не устраивает ни Россию, ни Украину. Но, а дальше мы помним, как он решал некоторые свои вопросы. Помните, в Сирии, это к вопросу о том, какой он миролюбец и так далее. Посмотрели видео вот эти фейковые с детишками, которые якобы отравились белым фосфором. Эй, давай, мать всех бомб, бросим против сирийских позиций. То есть, все просто. Потому что дочка уговорила, или кто там, я уж не помню. Вот и все. Вот так он и решает эти самые свои вопросы. То есть, человек импульсивный, человек привыкший делать такие шоковые шаги. Причем и в том, и в другом направлении зачастую противоречат друг другу. Так что, тут опять-таки, можно надеяться на то, что с ним у нас появится какой-то диалог. Но говорить о том, что это все панацея, и что Трамп придет, порядок наведет, наверное, было бы неправильно. Опять-таки, давайте вспомним, что... И это в этом плане, кстати, сам Трамп приводит это как пример. Оружие летальное на Украину начали поставлять при Трампе, а не при демократах. Это факт, неоспорим. Вы сказали об импульсивности Трампа, и тут высказывание Владимира Путина, известное, вспоминается о том, что нам, в смысле России, наверное, все-таки выгоднее Байден у власти, как человек более предсказуемый. Да, это вызвало очень серьезный резонанс в американских медиа. Многие там восприняли это как троллинг. Но в целом, вы же понимаете, да, когда мы говорим о предсказуемости, то Байдена мы читаем очень легко. Это вражина, мы понимаем прекрасно, мы знаем, чего от него ждать, чего не ждать, где он может передумать, где он может в каком направлении двигаться. Там все идет по алгоритму, давно уже созданному и обкатанному. Трамп, мы это видели, да, может сегодня проснуться в таком настроении, завтра в таком, вдруг перейти границу с Северной Кореей, когда этого никто не ждет, к ужасу своих телохранителей, охраны и так далее. А может и бомбу бросить, если вдруг его какая-нибудь там родственница попросит очень сильно. Так что тут, конечно, риски имеются, само собой. И в этой связи, конечно, меня очень, ну как сказать, веселят некоторые наши такие оптимисты, которые говорят о Трампе как вот решение всех проблем, как будто бы, еще раз говорю, не было четырех лет Трампа до этого. Вот между тем и во Франции тоже интересные события развернулись там. Итоги парламентских выборов традиционно отпраздновали с французским размахом, с коктейлями Молотова, битьем витрин, беспорядками и все такое прочее. Вы много у себя читал в телеграм-канале, высказывались об этом, но если все-таки резюмировать, попытаться вот это вот все, то каким образом итоги этих выборов могут повлиять на, прежде всего, внешнюю политику Франции, вот вы как считаете? Пока никак. То есть давайте так говорить. Вы знаете, я вот, я политтехнолог, я часто занимался в свое время выборами, референдумами, опросами и так далее. Я всегда призываю своих коллег к абсолютно таким выверенным формулировкам по итогам тех или иных выборов, туров, выборов и так далее. Например, когда я слышу, вот победили правые или победили левые, я всегда призываю тут очень аккуратно пользоваться подобными формулировками. Победитель выборов – это тот, кто в итоге смог по итогам выборов сформировать правительство, понимаете, да? Вот мы не знаем, кто сейчас победитель выборов во Франции. То есть, когда первый тур прошел, вы почитаете, сколько газет, изданий, причем не только в России, Белоруссии, где угодно, в Европе, на Западе писали, победили правые, победила Лепен. Я тогда говорил, подождите, кто победил, почему? Они, вы же понимаете, сейчас левые и макронисты, да, все равно сблокируются, проведут тактические голосования и не дадут. В итоге партии Лепен, да, Бордала, занять первую строчку. Ну вот мы видим, что получилось. Теперь кричат, победили левые. А, извините, Меланшон уже премьер-министр? Мы слышим заявление макронистов, которые заняли второе место, да, что мы не допустим Меланшона на пост премьер-министра. И у Макрона, хотим мы того или не хотим, золотая акция. То есть в итоге мы видим, что он просто блокирует назначение будущего правительства. Соответственно, Аталь, исполняющий обязанности премьером, может быть еще год до того момента, пока у Макрона не появится право снова распустить парламент и назначить новые выборы. И спокойненько это правительство будет, ну, с приставкой ИО, сидеть и дальше управлять страной. Соответственно, никаких изменений быть не может. Ну, вот, в принципе, если Макрон захочет разыграть подобную карту. Если кто не верит, я вам хочу привести самый свежий такой пример Нидерландов. То есть мы, я опять-таки отсылаю вас к многим нашим изданиям, победили правые. Партия за свободу Герта Вилдерса заняла первое место по итогам выборов. Все, победили правые. Вы скажете, вот прошло уже, не знаю сколько, почти 8 месяцев, с ноября прошлого года, значит, после тех выборов. Герт Вилдерс премьер-министр? Герт Вилдерс министр? Нет. То есть 7 месяцев велись переговоры. В итоге глубинное государство решило, а не будет никто из этих победивших как бы партий премьер-министром. Назначаем своего, никем не избранного, бывшего главу разведки Нидерландов, Дикас Хоффа. Все, Вилдерс ни в коем случае в правительство не входит. Да, несколько министров мы ему дадим. То есть, соответственно, он вроде бы участвует в правящей коалиции, эти самые правые. Но их как бы отодвинули на вторые и третьи роли. Возглавляет правительство, ну то, что сейчас принято называть технократ. На самом деле ставленник вот этого самого глубинного государства. Я думаю, что Макрон сейчас решил пойти по этому нидерландскому пути. Уже шапкатан, да? Вот вам и вся демократия, вот вам и выбор народа. Ну и еще одна новость про европейского политика, речь о Викторе Орбане. После его визитов в Киев и Москву, глава венгерского МИД Петра Сиярта, он, как выразился, провоенным европейским политикам следует пристегнуть ремни перед следующими визитами Виктора Орбана. В результате премьер Венгрии полетел сначала в Китай, потом в Вашингтон. А почему такая география? И еще у Вас хотелось бы узнать, как у человека, который часто анализирует обложки, статьи в западных СМИ, что там пишут об этом? Ну, тут даже на всех обложках одно и то же пишут. То есть, да, на Орбана набросились все. Он ни в коем случае не представляет Евросоюз. Он ни в коем случае не представляет НАТО. Это его личная миссия. Это миссия исключительно государства Венгрии. Вот, собственно, основной рефрен всех этих подобных заявлений, статей, публикаций и так далее. Но при этом, вы знаете, меня больше всего повеселило заявление Зеленского, сделанное там же, в Польше, на днях, когда он заявил, вот посредниками могут быть только государства, у которых есть армии, которой боится Путин. Я так думаю, помнится, Ватикан выступал в роли посредника. Армию Ватикана, наверное, Путин очень сильно боится. Вот, ну, неважно. И назвал эти страны США, Китай и Евросоюз. Но ни в коем случае не Орбан. Подождите, я вот так думаю, ну, Орбан сейчас глава Венгрии, которая председательствует до конца этого года вот в этом самом Европейском Союзе. Он полетел в Китай и в Соединенные Штаты Америки. То есть в те самые страны, которые Зеленский сам попросил быть посредниками. Он же на днях буквально обращался к ним. Вот я призываю Китай и США выступить посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной. Это Зеленский сказал. Чем он теперь недоволен? Вот Орбан и выполняет эту задачу, какую он посчитал нужным на самом деле. То есть Владимир Путин довольно четко на эту тему ответил. В принципе, причем вот тут тоже, кстати, очень многие наши СМИ явно не дослушали что-то у Путина, когда они сказали, что Путин отверг идею посредничества. Нет, Путин сказал несколько раз, повторил. Эта тема маловероятна. Путин всегда выверяет все свои слова. Вы же понимаете, когда он говорит невозможно, как он сказал по поводу инициативы Орбана, кстати, о прекращении огня сразу после начала переговоров, не дожидаясь какого-то соглашения, Путин несколько раз сказал, это невозможно. Все четко, однозначно. По поводу посредничества маловероятно. Но посредничество само по себе мы приветствуем. Соответственно, да, Россия не отвергает возможности посредничества, хоть Америки, хоть Китая, в конце концов. Но мы же все понимаем, что не Украина сама принимает решения по поводу этого конфликта. Конечно, когда Орбан будет вести переговоры с Соединенными Штатами, он будет прекрасно понимать, что будет вести переговоры с теми, кто командует Зеленским. Так что в этой связи, на мой взгляд, миссия сложная, миссия рискованная, если хотите сказать, поскольку Орбан рискует и своей репутацией во многом и получает исключительно тумаки за эту миссию. И своей жизнью, помните, как Сфица было не так давно? Ну, я не думаю, что кто-то именно поэтому будет на него нападать. Но, тем не менее, да, мы понимаем прекрасно, что он сейчас кость в горле у Евросоюза, у либерала вообще. Так что да, рискует он многим. Но при этом мы видим, что он старается. Надо отдать ему должное. То есть то, как он понимает свою миротворческую миссию, он это и делает вопреки. Так что надо отдать ему должное. Плюс мы же видим, какой он лозунг выдвинул своего председательства в Евросоюзе. Сделаем Европу великой снова. Мега. И почему он в Америке уже встречался с Дональдом Трампом. И, скорее всего, ну, я так полагаю, встретиться с ним снова. То есть его миротворческая миссия, она простирается не только в день сегодняшний. Он хочет забросить в ближайшее будущее, как он его видит, вот этот самый мостик, через который затем можно будет решать вопросы, в частности, по прекращению огня и установлению прочного. Или более или менее прочного мира на Украине. Ну, тогда будем следить за дальнейшим развитием этих событий и дальнейшей географией визитов Урбана. Если они продолжатся, конечно. А вам, Владимир Владимирович, спасибо большое за эту беседу. Как всегда, интересную. И будем рады видеть вас снова. Зовите, всегда рад. Привет, Белоруссия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok